Друзья, сегодня будем пробовать удалять трещины на лобовом стекле различными нестандартными способами. Думаю, многие очень расстраивались, когда в лобовое стекло прилетал камень и возникала трещина, ну либо от перепада температур. Я тоже очень опечалился, когда увидел на своем новом автомобиле вот такой вот скол и сразу захотелось его удалить. В интернете куча информации по этому поводу. Люди и супер клеем их удаляют, и эпоксидкой, и даже проникающей смазкой. Какой способ лучше неизвестно, поэтому попробуем все эти три варианта. Сначала необходимо как следует промыть эту трещину. Поможет очиститель стекол и продувочник. Ну а финальное обезжиривание сделаем с помощью очистителя тормозов. В идеале, как появилась трещина, ее необходимо сразу заклеить скотчем, чтобы она оставалась чистой. Ну а скотч должен лежать в бардачке у каждого. Ведь если помните, с его помощью можно даже машину буксировать. Вещь просто незаменима. Тут, конечно, это время было упущено, поэтому будем пробовать, как следует ее промыть. Вроде что-то получилось. И первый на тест пойдет суперклей. Для того, чтобы заполнить скол, необходимо слегка надавить с обратной стороны, чтобы трещина раскрылась. И аккуратно ее заполнять. Излишки можно будет потом просто вытереть. Нужно успеть нанести его несколько раз, чтобы выгнать весь воздух. Таким образом трещина будет менее заметна. Сейчас давайте попробуем эпоксидку. Вот эта вот ванночка для перемешивания, я так понял, конечно густоватая. Я думал, что будет более жидкая. Ну давайте попробуем нанести. К сожалению, она совсем не хочет проникать в трещину. Я даже пробовал ее нагреть, но эффекта практически не получил. С эпоксидкой, в общем, точно мертвая тема. Но сейчас попробуем проникающую смазку. Как я только не пробовал, практически никакого эффекта я с нее не получил. Потом я взял другую проникающую смазку. И тоже никакого эффекта не было. Все-таки назначение у них немного другое. В итоге из всего сработал только суперклей. Но и то не полностью. Остался небольшой участок, который не получилось хорошо промыть. То есть, как ни крути, но полностью трещину удалить практически невозможно. Хоть нам и удалось немного замаскировать трещину суперклеем, мне кажется, такой эффект все равно ненадолго. Ведь при движении стекло и кузов немножко двигается. И возможно, что если, допустим, трещина не полная, она может пойти дальше. В идеале, конечно, начало трещины нужно засверливать и заполнять эту полость специально полимером. Этого хватает, конечно, на дольше. Ну а если кто-то маскировал уже трещину суперклеем, то напишите в комментариях, насколько этого хватает. Ну и вообще, какие есть еще способы самостоятельной маскировки таких сколов. Еще я видел довольно много различной рекламы, как удаляют трещины с помощью специального полимера. Конечно, такой ремонт имеет право на существование, но все-таки самый верный и надежный способ – это замена лобового стекла. Когда-то очень давно я даже и снимал такое видео, но почему-то оно так и не попало в сеть. Лобовое стекло, например, можно легко вырезать с помощью старого тросика газа, ну либо стеклоподъемника. Выплетаете из него одну часть, наматываете на отвертку и поехали. Вырезается буквально за 3 минуты. Ну а вклеивать, я думаю, все умеют. Просто обезжиривайте старый срез, в том числе и лобовое стекло. Для вклеивания новой лобовухи необходим специальный стекольный герметик. Ни в коем случае не пользуйтесь силиконом. В идеале использовать, конечно, пневматический пистолет, потому что этот стекольный герметик прям очень густой. Затем, желательно, с помощниками вставляете стекло. Продавливаете его по периметру. Ну и еще можно зажать специальным тросом. Ну а мы сделали еще круче, запихали туда колесо. Хоть я показал вам довольно колхозный способ, но стекло держалось неплохо, не хуже, чем на заводе. Поэтому, кому понравилось видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Ведь очень скоро мы будем прокачивать Акалину и делать новые заезды. Поэтому не пропустите. Спасибо за внимание и пока!